Елена Викторовна, подскажите пожалуйста, как мне вернуть мужа в семью? Наша героиня Жанна Тарасова, вы столкнулись с неординарной ситуацией, вы вышли замуж за вашего любовника, в браке два года, детей у вас общих нет и вы столкнулись с ситуацией, когда ваш муж, как вы считаете, поддерживает взаимоотношения со своей бывшей женой. И фактически, если раньше соперницей были вы, то сейчас она превратилась в соперницу. Пожалуйста, Жанна, чего вы так боитесь? Нет, у них нет детей. Нет детей. Жанна, скажите, а как долго вы добивались, чтобы ваш муж расторг тот брак и женился на вас? Мы с ним встречались два года. И здесь я себе подставила цель, что я должна развести его с Лерой и доказать самой себе, что на мне можно жениться. И вы поставили условия перед Александром? Скажите, ну вот как вы достигли того, что он расторг брак с вашей приятельницей, с вашей подругой и женился на вас? Лера узнала, что мы встречаемся. Я, конечно, чуть-чуть этому содействовала. И когда Лера подала на развод, я была очень рада, что у них разрушились все отношения. И Саша пришел ко мне. Мы поженились, мы живем уже два года вместе. И все сначала было замечательно, но потом я поняла, что что-то происходит не то. Саша стал меняться. Я решила за ним чуть-чуть последить и выяснила такое обстоятельство, что Саша опять стал ходить к первой жене. Я не знаю, может быть, я надумала, что у них что-то есть, но в глубине души мне кажется, что между ними что-то происходит. Помогите мне разобраться, потому что я в отчаянии, я не знаю, как мне дальше быть. Вы знаете, Жанна, мы встретились с вашим супругом Александром, но как-то так немножко опасались, что он, скрывая от вас определенную часть своей жизни, не согласится с нами разговаривать, однако он дал нам интервью, поэтому, Жанна, пожалуйста, вы сейчас можете послушать, что говорит ваш супруг. Мы договорились с вами о встрече. Ну, извините, пожалуйста. Обстоятельства изменились, я не могу вас пригласить. Давайте перенесим на встречу. Слушайте, ну мы уже приехали, и, в общем-то, и вы вроде как нас ждали, и мы время потратили. Давайте все-таки сейчас пообщаемся и с Вармоной прямо здесь, чтобы в следующий раз уже не тратить наше и ваше время. Ну, понимаете, я запутался в отношениях. Сначала завел себе любовницу, Жанну, а потом, когда она стала требовать, чтобы я развелся с женой и женился на ней, я повелся вместо того, чтобы ее оставить. В результате, а в результате я развелся с женой и женился на любовнице, и теперь к своей бывшей, как к любовнице, бегаю на свидание. Это, кстати, ее дом. И мой, когда-то, в собственной доме на свидание к любовнице. Бред! Я в ногах у Леры готов валяться, лишь бы она меня простила. Ну, Жанна меня тоже просто так не отпустит. Она говорит, или выбросится из окна, или Леру отравит. Если бы мне эти угрозы, давно бы ее бросила, а теперь вот живу на два дома днем с Лерой, а вечером у Жанны. Ну, я бы сказала, предельно откровенен был ваш супруг. Может быть, правда, это ситуация, которая гнетущая такая, знаете. Я в шоке. И выглядит она так немножечко, как-то, я так не могу сказать, что абсурдно, но так, как-то так непривычно для нас. То есть развестись с женой, жениться на любовнице, разочароваться в бывшей любовнице и сделать бывшую жену нынешней любовницей. И при этом не иметь возможности честно вам об этом сказать. Потому что почему-то он вас воспринимает, как, знаете, некую угрозу вообще. Если бы он мне это сказал, что так все серьезно, я бы, может быть, я не знаю, как бы я поступила, но то, что я сейчас услышала, я удивлена. Мне казалось, что у нас все хорошо. Да, все мужчины изменяют, все гуляют, но я не думала, что он так на меня реагирует. Ну, вы знаете, Жанна, дело в том, что не менее какое-то слово-то найти даже не знаю. Интересно, это будет неправильно. Но такую очень своеобразную позицию высказала и ваша бывшая подруга, бывшая жена вашего мужа и нынешняя любовница вашего мужа. Лера, вот давайте мы сейчас послушаем, что она сказала. Давайте. Итак, Валерия, нам очень хотелось бы разобраться в хитросплетениях отношений ваших с вашим бывшим супругом Александром. Не могли бы вы как-то более подробно нам рассказать? Да, мы были женаты, но я сама с ним развелась. Вы знаете, мне надоели эти постоянные поздние приходы, отговорки про совещание, сцены ревности. Да он просто бегал к Жанне. И я подала на развод. Ну, а как сейчас складываются отношения? А сейчас он ухаживает за мной так, как не ухаживал до брака. Мы ходим в хорошие места, на выставки, в рестораны. Он задаривает меня подарками. Вы знаете, ситуация крайне поменялась. Теперь она жена, а я любовница. И меня это устраивает. Ну, а он хочет вернуться? Он? Конечно, он хочет вернуться. Он хочет, чтобы я была опять его женой. Но только мне это не надо. Мне надоели постоянно эти вот вечно валяющиеся носки. А потом, я люблю свежий воздух. А он закрывает всегда все форточки. Понимаете? А я хочу, чтобы у меня был секс, свежий воздух и отличное настроение. Здесь секс, свежий воздух и отличное настроение. А у вас стирка, уборка, борщик, да, там и так далее, и так далее. Чудное распределение обязанностей. И совершенно, вот, ваша приятельность, она совершенно не хочет замуж. Абсолютно. В отличие от вас. Может быть, так и оставить их в покое? Я была бы согласна на такие отношения, если бы не его слова, что я ему в тягость. Для меня это было очень большим часом кроения. Вы знаете, Жанна, ну я бы, честно говоря, из-за этого так не стала бы расстраиваться. Потому что, мне кажется, ну, по крайней мере, на меня ваш муж произвел, знаете, какое впечатление? Человек, которому надо трудности преодолевать. Вот у него, когда трудностей нет, жизни нет. А вот когда есть трудности, и эти трудности, они обязательно, знаете, связаны с завоевыванием женщин. Вот ему нужно завоевывать женщин. Вот это и есть трудность, это и есть завоевывание женщин, тогда все хорошо. Как только трудности заканчиваются, завоевывать никогда больше никого не надо. Мы переходим к следующей трудности и заново начинаем завоевывать. Вот сейчас, если, например, ну я не знаю, я не имею права давать вам, естественно, такого рода советы. Но если сейчас, так, вы возьмете себя в руки и скажете, знаете, дорогой, я возвращаюсь к своему предыдущему мужчине, я поняла, что без него моя жизнь не имеет смысла. А у меня такое ощущение, что от Леры-то отвлечется, потому что ему нужно будет в этот момент вас завоевывать. Я не думаю, что мой бывший мужчина захочет со мной иметь какие-то отношения. Он был... мы не очень хорошо расстались, и я думаю, что вряд ли что-то у нас получится. Мы дошли вашего мужчину, который, как вы говорите, категорически никак, сколько ни вы пытались это сделать, никак не хотел на вас жениться. Вы знаете, мы с Жанной пять лет вместе были, любовниками были. А два года назад расстались. Она настаивала на то, чтобы я развелся с женой, я тогда женат был. А я не хотел, я боялся. Даже не знаю, чего боялся. Просто, наверное, боялся. А когда расстались с Жанной, практически сразу же я развелся с женой. И понял, что, наверное, дороже Жанны не было никого. О жене я даже не вспоминаю, а про Жанну, думаю, каждый день. Если бы она сейчас пришла ко мне и сказала, женись на мне, я бы женился на ней сразу безоговорочно. Я бы ничего не пожалел для этого. Я бы никаких претензий не предъявлял. Я бы... Я просто ее люблю. И люблю очень сильно. Я только сейчас это буду. А вот мужчина, который вас любит. Ну, да. Я удивлена. Я никогда не слышала от него таких признаний. Мне это очень приятно. Ну, у вас же сохранили все координаты. Да. Правда? Да, у меня сохранились. И вы можете позвонить и поговорить с ним. Может быть, вы просто переживаете не в том месте, где надо? И не по поводу того человека, который этого заслуживает. Может быть. Может быть, если я возобновлю эти отношения, может быть, мой муж вернется ко мне. Нет, а мне кажется немножко по-другому. Если вы возобновите ваши отношения, вы найдете своего счастья. А ваш муж пусть ищет счастье с Лерой. Не хотите так сформулировать? Может быть, так будет правильно. Я не знаю. Раз вы смогли всему миру доказать, что на вас женится, то давайте вы не будете останавливаться на первом браке. Давайте мы тоже дальше будем доказывать, что на вас женится. Второй раз, третий, четвертый раз. Ну, я так, конечно, иронично говорю, но я желаю вам счастья. Я желаю вам сделать правильный выбор мужчины в вашей жизни. Спасибо, что вы были откровенны сегодня с нами. Спасибо большое.